Африканская народная сказка. Леопард и антилопа. Согласился Маву и послал так много дождя, что все плоды очень хорошо уродились. Когда же захотелось ему отведать свежего ямса, то вспомнил он слова антилопы и послал за ней своих гонцов. Пришли слуги Маву к антилопе, но она велела передать, что еще очень молода, ей следует подрасти немного, а потом уж пусть приходят за ней. Слуги ушли и рассказали все Маву. Маву согласился подождать. И сколько раз не приходили за антилопой, она все говорила, что еще слишком молода. Прошло несколько лет. Как-то раз слуги возвращались от антилопы и встретили Леопарда, что жил по соседству с антилопой. «Куда это вы все ходите, друзья мои?» — спросил их Леопард. Слуги ответили. Тогда Леопард сказал, «Антилопа никогда не вырастет больше, такова ее порода, и нечего ждать, ловите ее, доведите к Маву». Вернулись слуги к Маву и рассказали ему все, что поведал им Леопард. Рассердился Маву и приказал слугам сейчас же поймать антилопу. Поймали слуги антилопу, надели ей на шею веревку и повели к Маву. По дороге встретился им Леопард. «Куда это ты идешь, Антилопа?» — окликнул он ее злорадно. «Да вот», — отвечает антилопа, — «послал Маву за мной разгрызать ему кости во время еды. Да ведь у тебя нет зубов. Искала я кого-нибудь позубастей, но не нашла». Обиделся тут Леопард. Кому неизвестно, до чего крепкие леопардовые зубы. И значит, кому как не ему быть помощником Маву. Снял он веревку с шеи антилопы и надел на свою собственную. Пришли они к Маву. Слуги оставили Леопарда во дворе. Видит он, неподалеку ребенок плачет. Слышит, мать его утешает. «Не плачь, сынок, сегодня твой отец большого зверя заколет. Как раз сейчас его привели. Славное угощение будет!» Вздрогнул Леопард. От этих слов сразу стала ему понятна хитрость антилопы. Скинул он веревку с шеи и пустился на утек. Благо его никто не видел. А по дороге он встретил антилопу, схватил ее и притащил домой. Но Леопард не стал сразу есть антилопу и велел ей сначала собрать дрова и развести огонь. Вот ходит антилопа по двору, дрова собирает и что-то себе под нос бормочет. «С кем это ты разговариваешь?» – спрашивает Леопард. А антилопа молчит. Второй раз услышал Леопард бормотание антилопы и опять спросил ее о том же. Антилопа отвечает. «Слуги Маву пришли за тобой. Вот я и кричу тебе, беги и поскорее». Выскочил тут Леопард из дому и убежал в лес. Ушел и больше не возвращался. Так антилопа перехитрила Леопард.